Дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжаем курс по изучению православного богословия, и сегодня отец Вадим Леонов обратится к одной из центральных тем православного богословия, к теме «Кто такой Иисус Христос? Иисус Христос как Бог, Иисус Христос как Человек». Эта тема центральная в догматическом богословии, и знания, кто есть Спаситель, отталкиваются, и наши действия, как к нему идти, что для этого нужно делать, и та аскетика, которую мы сейчас с вами практикуем Великим постом. Итак, отец Вадим, вам слова. Он будет маленьким вкладом в это торжество. В нашей последней встрече мы говорили о грехопадении наших прародителей. После того, как совершилось преступление, все человечество оказалось в бездне греха, оторванными от Бога. Каждый новый человек, рождавшийся в мир, был чужд Бога, порабощен дьяволу, имел поврежденный образ Божий, поврежденную природу и искаженные отношения с окружающим миром. Вся эта совокупность последствий и называется в богословии первородным грехом. И, конечно же, это бедственное состояние человека было столь трагичным, что даже праведники Ветхого Завета соскорбливо слицали, как пророк Давид. «Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы». То есть даже праведники Ветхого Завета понимали, что все их нравственные усилия, в конце концов, не приведут к желаемому. Они оказываются на дне мира. Возникает вопрос, а все-таки, хотя бы теоретически, возможно, было бы из этого бедственного состояния освободиться своими силами. Вот как-то напрячься и спастись. Давайте для начала поразмыслим над этим вопросом. Во-первых, необходимо помнить, что поскольку человек добровольно и сознательно отказался от Бога, то, естественно, он должен добровольно и сознательно к нему вернуться. А что это значит? А это значит, что он должен победить своего поработителя, взять реванш за свое поражение в раю. Святитель Иринея Леонский в конце II, в начале III века так говорит, если бы человек не победил врага, то он не был бы освобожден законно. Имеется в виду по закону божественной правды, по некому нравственному принципу бытия. А святой Кирилл Александрийский в IV веке, он эту мысль развивает, говорит, если бы Бог вмешался в эту борьбу между человеком и дьяволом, то, конечно, Бог бы, будучи всемогущим, победил. Но этой победой он даже бы оказал честь поработителю, дьяволу. Послушайте, как рассуждает святитель. Если бы Бог победил, то я, как нисколько не содействующий этой победе, не получаю от нее никакой пользы. Не могу даже радоваться о ней, как гордящийся чужими трофеями. А дьявол гордится и хвалится. Величается и тщеславится, как имевший борьбу с Богом и побежденный Богом. Ибо велика честь для него и побеждену быть Богом. Поэтому, конечно, победу над дьяволом должен был одержать именно человек, второй Адам. Однако, если смотреть правде в глаза, он не мог это сделать самостоятельно. Почему? Во-первых, в силу своего катастрофического духовного бессилия. Ибо отпав от Бога, он отпал от источника жизни, от благодатной силы и стал духовно слабым. Он обречен на биологическое существование, которое рано или поздно, не важно, через 70 лет или через 930, но закончится смертной могилой. И, конечно, в таком бездыханном почти что состоянии бороться с дьяволом – это полное безумие. И, в общем-то, люди это понимали. Об этом состоянии ветхозаветного человечества святитель Григорий Богослов говорит так. Мы были во власти Лукавого, проданные под грех. И с ластолюбием купившие себе повреждения. Святитель Григорий здесь не просто свидетельствует о том, что мы были порабощены греху, но еще раскрывает некий механизм – с ластолюбием купившие себе повреждения. То есть мы совершаем некий духовный обмен. Совершая грех, мы как бы покупаем у дьявола греховную сладость, но расплачиваемся своей душой. И тем самым ускоряем процесс от ления и смерти в своем естестве и приближаемся к этой преисподней земле. И так живет все человечество. Об этом писали другие отцы. Мы сейчас не будем в эту мысль углубляться. То есть, другими словами, человек попал в некий водоворот греха, который засасывал его на самое дно. И своими силами вырваться из него он не мог. А непосредственное вмешательство Бога было бы, по сути дела, нарушением человеческой свободы, потому что человек свободно и сознательно от торг своего небесного Отца. Поэтому это было невозможно. И дьявол, конечно же, об этом прекрасно знал, и в этом и состояла суть его замысла, механизма порабощения человечества. Однако, если мы все-таки предположим, что появился какой-то удивительный человек в мире, который всю свою жизнь сопротивлялся греху, искупил там, может быть, в самом себе первородный грех, можно предположить, все, что угодно, и как-то спасся, то что было бы это для всего человечества? Знаете, как прекрасная вспышка сверхновой на небесном своде. Очень ярко, красиво, интересно, но меня это никак не касается. Это было бы индивидуальное спасение и для всего человечества. Было бы, конечно, удивительным примером, но, как правило, недостижимым. Поэтому и такое индивидуальное спасение, в общем-то, большого смысла не имело, когда миллиарды людей погибают. Поэтому здесь должен быть какой-то другой подход к спасению людей. Святые отцы говорят, что даже если бы ангел Божий стал спасителем людей, вошел в мир, то и его искупительный подвиг не был бы достаточен для спасения всего мира. Почему? Святитель Симеон Солунский так отвечает. Потому что всякая тварь ограничена и не везде присуща, и по естеству не имеет силы подавать спасение. Что же касается благодати, то если бы ангел и подавал благодать, служа ей орудием, он не смог бы действовать на всех, будучи ограничен, не даровать воссоздание тем, которые прежде пали. Другими словами, спасителем мира должен быть, с одной стороны, человек, потому что именно человек отпал, и он должен был, как бы сказать, добровольно вернуться к Богу. Но и одновременно быть Бог, чтобы этот искупительный подвиг, плоды этого подвига были достаточны для спасения всего мира. Как говорит святой Ирине Леонский, он говорит, если бы не Бог даровал на спасение, то мы не имели бы его прочно. Святые отцы говорят, что для согрешившего человечества со стороны Бога недостаточно было просто простить грехи. Он мог, конечно, это сделать. Почему? Потому что произошло изменение природы. Вот как об этом рассуждает святой Афанасий Великий в IV веке. Если бы прегрешение только было, а не последовало за ним тление, то прекрасно было бы и покаяние. Это можно проиллюстрировать таким примером. Представьте, вы в общественном транспорте в час пик находитесь, и кто-то вам больно и сильно наступил на ногу, так сильно, что повредил. Вы сказали, ой, он сказал, простите, извините. Вы, конечно же, как добрые христиане, простили и извинили, но травма-то осталась. И вы прекрасно понимаете, если вы еще пришли в травмпункт и вам поставили диагноз перелом, то полное искупление этого греха состоял бы не только в том, чтобы просить прощение, но еще взять расходы за лечение на себя. Вот нечто подобное касалось уже и согрешившего мира. Человек не просто согрешил от верную волю Божию, он изменил мир подчиненный, зависимый от него, и теперь уже нужно было не просто прощать человека, а восстанавливать, исцелять этот мир. А для этого уже одного прощения было недостаточно. Нужно было войти в этот мир, соприкоснуться с ним и с собой его спасти. И это мог делать только Бог. Таким образом, спасителем людей должен был быть и человек, и Бог одновременно. Другими словами, Бога-человек. Однако возникает вопрос, если это так, то почему Бог так долго не послал спасителя этому миру? Ведь он еще сразу же, как только наши правоцы согрешили, сказал им, что семя жены сотрет голову змея. Он им уже пообещал, и они искренне надеялись. Мы помним, что когда Ева рождает первого своего сына, она говорит, приобрела ее человека от Господа. Она надеется, что этот сын станет спасительным мира, но потом глубоко разочаровывается, потому что появляется сын, который становится первым человекоубийцей на земле. В чем же смысл божественного долготерпения? Святые отцы, рассуждая, размышляя над этим вопросом, они говорят, что человечество должно было созреть для того, чтобы принять Спасителя. А что значит созреть? И здесь формулируют святые отцы три принципа, три условия, которые должны были осуществиться. Первый из них – человечество должно было осознать свое духовное бессилие в борьбе с дьяволом и грехом. Другими словами, смириться. И надо признать, что ко времени пришествия Господа нашего Иисуса Христа нечто подобное происходит не только в народе иудейском, но и во всем цивилизованном мире. Экумения – это все Средиземноморие, Римская империя. Мы видим, что в философии, допустим, начинают господство идеи или такого нравственного пессимизма, как у стойков. То есть нужно быть добродетельным человеком. Непонятно почему. Просто потому, что это хорошо и правильно. Никаких перспектив в этой нравственности не видно. Или же типа эпикурейства. Ну уж смысла, раз никакого нет, то хотя бы насладимся по полной программе. Как бы в полной мере. Второй вариант. Но как бы и там, и там тупик. Люди понимают, что смысла глубокого нет ни в той, ни в другой философии. И поэтому, как это неинтересно, и те, и другие философы приходят к одному выводу, что вообще-то логично жизнь заканчивать самоубийством. И более того, в Римской империи действительно вот к этому периоду пришествия Христа самоубийство становится таким совершенно естественным общественным явлением. Даже, так сказать, как бы поощряемым, благородным, считаясь чем-то вот таким вот аристократически подчеркнуто значимым. Однако все равно инстинкт самосохранения человека и где-то внутреннее понимание божественной правды свидетельствует любви, что это тоже не выход. И должна быть некая надежда и иное спасение. И поэтому, конечно же, люди ощущали, что должен быть, если я не могу спастись, но есть Бог, который меня видит, который обо мне заботится, может быть, меня даже любит, и Он должен мне помочь. Итак, действительно, первый условий в какой-то степени, даже в значительной степени, проявило себя ко времени пришествия Христа. Второе условие заключается в том, что люди, осознав свое бессилие, должны были конкретно, лично, добровольно и сознательно обратиться к Богу с просьбой о даровании Спасителя и начать готовиться к его пришествию. И тоже этот факт мы можем подтвердить историческими свидетельствами, не только в иудейском народе. Понятно, что в иудейском народе были пророки, которые много чего предсказывали, но даже в языческом мире, допустим, у Святонии Тацита, историков древнеримских, свидетельствуется, что римляне жили ожиданием какого-то таинственного спасителя с Востока. А древнеримский повед Вергилий вообще произносит, считаются пророческие слова в своей четвертой эклоге о том, что наступает новое время, что мы на пороге нового времени. Он пишет, «Уже последний век наступает севилокумейской, могучий начинается вновь круговорот, уже возвращается Дева, возвращается царство Сатурна, и новый род не сходит возвышенно с неба. Смотри, как вздымается Вселенная, вся земля кругом пространства, море и бездна неба. Смотри, как все ликует от наступающего века блаженства». И дальше он говорит о младенце, таинственном младенце, который изменит мир. Конечно, мы можем сказать, что сознание язычника, по крайней мере, Средиземноморья, могло оказать влияние Священное Писание, которое приблизительно в 270 году до Рождества Христова при Птолемии в Филадельфии было переведено на греческий язык, и о нем, в общем-то, образованные люди знали. Ярким примером напряженного внутреннего ожидания Мессии является пример халдейских мудрецов, которые пришли поклониться Христу. Вот вдумайтесь, каким нужно быть мотивированным человеком, чтобы напряженно наблюдать за небом, изучать некие книги, и потом, получив свидетельство, тут же отправиться в далекую страну, взяв с собой золото. А в то время путешествие было, конечно же, опасным предприятием. Можно было пострадать от разбойников, и просто погибнуть от погодных условий, от непогоды. Масса причин. И вот эти люди отправляются в далекую страну к Ироду Великому, который, вы знаете, был человеком жесточайшим. Свидетели Иосиф Флавий говорит, что во времена Ирода Великого выгоднее было быть свиньей в его стойле, нежели его другом. Почему? Потому что свиньи дольше жили, чем его друзья при дворе. Так вот, эти люди отправляются, и что ими движет? Опять-таки ожидание Мессии. Весь мир живет. Ну и, конечно же, иудейский народ переполнен этими ожиданиями. Мы помним, что во времена Маковеев каждый правитель принимал власть, докуда не придет Мессия. И третье очень важное условие, которое должно было исполниться и исполнилось, это появление той самой причистой девы, которая может стать орудием божества для боговоплощения. Она станет плодом ветхозаветной праведности для всего древнего человечества. Когда эти три условия исполнились, а это произошло при римском императоре Августе и при иудейском царе Ироди Великом, то происходит таинственное боговоплощение. Бог становится человеком. И вот сегодня мы об этом поговорим подробнее. Прежде всего, давайте уточним значение имен, именований Господа нашего Иисуса Христа. Я думаю, вы знаете, ну, все-таки, как говорится, сверим часы. Во-первых, имя Иисус. Греческие слова по-еврейски Ешуа, Егошуа, Ягвы спасает. Спаситель. Так чаще всего переводится. И оно, как мы видим, полностью соответствует тому служению, которое ему предстоит. Помните, когда мы рассматривали тему личности, мы говорили, что вообще-то по замыслу Божию между содержанием человеческого имени и личностью, ее предназначением должно быть смысловое соответствие. Вот здесь оно точно соблюдено. Это имя не случайно. Оно наречено ангелом, указано ангелом, праведному Иосифу, до рождения Иисуса Христа. Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Далее. Имя Христос. Греческое слово по-еврейски Майшиах. Мессия. Помазанник. Тот, который получает через помазание священным елеем благодатные дары для исключительного богоугодного служения. Такое помазание получали пророки, цари и первосвященники. И в лице Иисуса Христа он получает помазание и благодатные дары, можно сказать, и как пророк, и как священник, и как царь в высшей степени. О том, что он является тем самым обетованным Христом, о котором предсказывали пророки, прямо говорит ангел пастухам в Вифлееме. Ныне родился вам в городе Давидове спаситель, который есть Христос Господь. Он прямо называет его Христом. Ну и дальше, в течение земной жизни ученики, люди, которые слышали его проповедь, они признавали, да, в мир явился Спаситель Христос. И даже сам Господь Иисус Христос, помните, в беседе с Самарянской, когда она спрашивает, вот, когда явится Мессия, Он ведь нам скажет все, а Он говорит, это Я, Который говорит с тобой. То есть, Он подтверждает, что Он есть тот самый обетованный Мессия. И третье, самое распространенное именование нашего Господа, это, собственно, слово Господь, по-гречески Кириос. Словом Господь, Кириос, в еврейском тексте часто зашифровывалось священное божественное имя Яхвея. И когда христиане употребляют, именуют своего Спасителя Господом, то они тем самым исповедуют Его Божество. Не Господином, не просто великим существом, а именно Богом. Итак, это как бы основные имена, которые мы будем с вами упоминать, а теперь перейдем к христологическому учению Православной Церкви. Мы исповедуем Господа нашего Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным человеком в одном лице Сына Божия. Это христологическое учение сформировалось, кристаллизовалось в словах по ходу деятельности Вселенских Соборов Церкви. Мы знаем, что таких соборов семь. Все семь Вселенских Соборов могут быть названы христологическими, потому что даже первые два собора, которые часто называют триодологическими, прежде всего рассматривали личность Иисуса Христа в отношении Отца и в отношении Святого Духа на Втором Вселенском Соборе. Но среди всех семи Вселенских Соборов, конечно, с точки зрения христологии, ключевое значение имеет четвертый Вселенский Собор, Халкидонский, в 451 году он прошел, где и было сформулировано христологическое определение, определение, которое будет и для нас ключевым в понимании данной темы. Вот оно у вас сейчас есть на экране, я его прочитаю. Итак, последуя Святым Отцам, все мы согласны, поучаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истина Бога и истина человека, того же из души разумной и тела, единосущного Отцу по божеству и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии и Девы Богородицы по человечеству. Одного и того же Христа, Сына, Господа, единородного в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо и одну ипостась. Не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына и единородного Бога Слова Господа и Иисуса Христа, как в древности пророки учили о Нем и как сам Господь Иисус Христос научил нас и как придал нам символ Отцов. Вот такое важное определение. Вы его можете, конечно, легко найти в любом учебнике по догматическому богословию. Конечно же, он есть в интернете, этот текст. Для нас он будет ключевым. Здесь очень много тонких, важных догматических моментов. Мы, конечно, с вами, учитывая наши временные рамки, пройдемся по самым основным деталям. Первое, что нам необходимо обосновать, рассмотреть божественность Иисуса Христа, то, что Он есть истинный и совершенный Бог. Об этом прямо сказано в халкидонском вероопределении, об этом прямо сказано в символе веры. Почему это важно обосновать? Ну, вы знаете, не только в древности, в первые века, но и в наши дни немало религиозных деятелей, сектантов, которые сомневаются в его божественности. Наверняка вам приходилось сталкиваться с сектантами, допустим, свидетелей Иеговы, которые, допустим, как пример, тоже отрицают божественность, истинность божества и Господа нашего Иисуса Христа. И нам необходимо все-таки актуализировать, вспомнить, а какие вообще прямые свидетельства Священного Писания нам говорят об этом. Более всего они представлены в Евангелии от Иоанна. Считается, что евангелист Иоанн и писал свои Евангелия, видя, что к концу первого века появляются люди, сомневающиеся в его божественности, а в первых трех Евангелиях Марка, Матфея и Луки эта тема не раскрыта достаточно ярко. И вот он как бы акцентированно ее излагает. Во-первых, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. Христос говорит своим ученикам «Я и Отец одно». Вдумайтесь, он говорит не с философами, он говорит с простыми ракоблаками. Он не употребляет, конечно, в случае слова «сущность», «природа», «ипостась», которую мы сейчас оперируем. Он пытается говорить предельно просто, но смотрите, как четко. С одной стороны, он четко различает личности. Я и Отец, как личности, мы не одно. Но, тем не менее, мы одно. В каком аспекте? В природном. Я и Отец одно. Дальше, похожая фраза Евангелия от Иоанна, 10 глава, 38 стих. «Отец во мне, и я в нем». Вот это взаимопроникновение по бытию и при этом личное различие. Дальше, Евангелия от Иоанна, 17 глава, 10 стих. «И все мое твое», говорит Иисус Христос, обращаясь к Небесному Отцу, «и твое мое». Вдумайтесь, друзья. Каждый из нас, конечно, может сказать, «Господи, все мое твое». Но кто из нас может сказать, «Господи, все твое мое?» Наверное, только тот, кто тождественен Богу по естеству, по природе, по бытию. Дальше, очень важное свидетельство Евангелия от Марка. Во время суда над Христом первосвященник говорит, видя, что недостаточно уже свидетельств для того, чтобы предать его смерть, он говорит, «Заклинаю тебя Богом живым, ты ли, Христос, Сын Благословенного?» Христос до этого молчал. И, видя заклятие именем Бога, он произносит, «Я». И вы увидите, узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках силы небесной. Он соглашается, что именно в собственном смысле он является Сыном Божьим. И тогда первосвященник обращается ко всем находящимся рядом. Все вы слышали, он произнес богохульство, повинен смерти. Почему он произнес богохульство? В чем здесь богохульство? Ведь в переносном смысле все иудеи могли называть себя Сынами Божьими. Вопрос был задан по существу в антологическом плане. Ты Сын Божий по существу? И он по существу и ответил. А раз по существу, то, конечно, для иудейского сознания это было неприемлемо. И он, конечно же, все это было воспринято уже как богохульство и соответствующие выводы. Итак, Евангелие от Марка, 14 глава, 61 стих. Дальше. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 13 стих. Христос сам говорит о себе, что Он есть Сын Человеческий, сущий на небесах. То есть, хотя Он и Сын Человеческий и родился в мир, но Его бытие продолжается и на небе. В божественном аспекте Он как был и остается на небе. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. В полемике с иудеями, когда они говорят, тебе нет еще 50 лет, и что ты видел Авраама, на это Христос отвечает, прежде нежели был Авраам, я есмь. То есть, Он утверждает свое предвечное бытие, что, конечно же, опять-таки шокировало, я думаю, иудеев того времени. Я есмь. Опять-таки, очень красиво и точно выражается наш Спаситель. Не я был, не я буду. Бог притвает всегда в настоящем. И поэтому Христос выражает, я есмь, я существую. Хотя это событие как бы из прошлого. Авраам-то жил когда-то тогда, много сот лет назад. А Христос говорит, я есмь. То есть, как я был, так я есть, так я и буду. И еще более выразительная фраза о своем предвечном существовании звучит в его первосвященнической молитве. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 5 стих. И ныне прославь меня, Отче, Ты славою, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. То есть, смотрите, Христос здесь прямо говорит, что Он имел славу Отца до того, как возник тварный мир. На самом деле, вот этой фразой перечеркивается и вся, так сказать, концепция арианства, и иеговистов концепции, и многих других сектантов, которые отчеркивают в божественности. Христос прямо утверждает, что Он существует до создания мира, значит, Он не тварен. Евангелие от Матфея, 11 глава, 27 стих. Он утверждает, что познание Отца, во-первых, что Он знает Отца, как Отец знает Его. Никто не знает Сына, только Мой Отец, ни Отца, кто знает, только Мой Сын, Ему же ощеволит Сын Открытие. Мы с вами уже говорили, что познание в библейском понимании это не интеллектуальное рассуждение, не объем информации, а именно единение. И вот Он говорит, что характер единения Отца и Сына тождественен. Более того, если кто из тварных существ желает познать Отца, то он может познать его только через Сына и не иначе. Ну и та похожая фраза в Евангелии от Иоанна 14 глава. Он говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это, кстати, очень важная фраза. Она отсекает множество, множество, так сказать, попыток, иллюзий, проникнуть на небо, как бы минуя Христа. Христос их пресекает этой фразой. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он называется Сыном Единородным, Единственным Рожденным, и этот термин также подчеркивает его тождество, потому что рождать означает, что родитель и рожденный одинаковы, единосущны по природе. Люди рождают своих детей, и, конечно же, дети и родители единосущны. Поэтому слово «единородный» в общем-то, по смыслу соответствует термину «единосущный». Дальше. Он утверждает о своем тождестве в аспекте творения. Что творит он, отец, то и сын творит так же. То есть, он творит так же, как и отец. Он умеет животворить так же, как творит отец. Животворит, как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 21 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 26 стих. Он говорит еще более важную фразу. Отец имеет жизнь в самом себе и дал сыну иметь жизнь в самом себе. Вот этот принцип «иметь жизнь в самом себе» – это исключительный атрибут Бога. все остальные существа, люди, ангелы, звезды, небо получают жизнь от Бога. Жизнь в самом себе – это исключительный божественный атрибут. И вот Христос о себе говорит, что он имеет в жизни в самом себе так же, как и отец. Ну и он утверждает, что честь, в аспекте чести он также имеет или должен получить честь, как и отец. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. То есть они равночестны. Мы видим, что и сам Христос об этом говорит достаточно много, но и ученики выражали эту мысль своей проповеди. Хотя надо здесь оговориться, в течение земной жизни до воскресения из мертвых почти никто из учеников в полной мере не осознавал божественность своего учителя. только после воскресения из мертвых, даже скорее после Пятидесятницы открывается глубина познания учителя со стороны учеников. И она уже потом фиксируется в евангельских текстах, в апостольских посланиях. Здесь очень красивые примеры, конечно же, опять-таки из Евангелия Туана. Пролог. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бог. Прямо говорится, что слово Божие это и есть истинный Бог. И дальше утверждается, что он тождественен Отцу по спекте творения. Все через него начало быть, что начало быть, и без него не начало быть. То есть он полностью с ним тождественен и по своей сути, и по спекте творения. Очень хорошая цитата в первом послании Иоанна, 5 глава, 20 стих, где он говорит, да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. И тут же поясняет, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Аминь. Конечно же, о божественности Христа говорят и апостол Петр. Ты, Христос, Сын Бога, жива, вы помните его исповедание. Говорит апостол Павел многократно в своих посланиях, в первом послании Тимофею 3, 16, Бог явился во плоти, послание Колосиным, в нем обитает вся полнота божества телесно, послание к римлянам, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Это, кстати, типичное еврейское выражение, иудейское выражение, которое может быть адресовано только к единому Богу. Он здесь адресует его именно к Иисусу Христу. В некоторых ситуациях во время земной жизни Господа Иисуса Христа даже иудеи враждебно против него настроены, вынуждены были признавать, что он есть Бог, или, по крайней мере, говорит о себе, действует как Бог. Давайте вспомним. Ивангет Луки, 5 глава, где приносят расслабленного к ногам Господа Иисуса Христа, и Христос говорит, прощаются тебе грехи твои. Иудеи соблазняются, кто может прощать, кроме одного Бога. Христос знает, о чем они думают, и тогда говорит, встань, возьму постель твою и иди, тем самым отвечая на их недоумение. Если он солгал, тогда чудо не произойдет, а если он не солгал, тогда действительно он и чудо совершил, и прощал грехи, а значит он есть Бог. То есть он их тупика, как говорится, вытолкнул на правильную стезю своим поступком. Но вытолкнулись ли они или нет, об этом Евангелие умалчивает. Во время дискуссии с иудеями, когда они уже намеревались побить его камнями, Иисус Христос спрашивает, а за что хотите вы меня побить камнями? Они отвечают за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. То есть это следовало как бы из его проповеди, из его поступков, из его чудес. Понятно, что и первые века уже, так сказать, в апостольских посланиях, мужей апостольских мысли о Божественном Христе представлены достаточно ярко, и я уже не буду иллюстрировать дальше. Кого эти сборники цитат, они очень полезные, интересуют, они есть как в догматических учебниках, есть в каких-то специальных книгах, я вас призываю посмотреть и что-то заучить. Даже если вам не придется полемизировать с кем-то, давайте будем помнить, что заучивание Священного Писания это благочестивый, спасительный, полезный обычай. Так что в любом случае вы получите пользу. Однако, когда мы говорим о Божественности Христа, необходимо вспомнить, что все-таки те, кто ведут полемику против этого утверждения, они тоже на чем-то основываются, и нам необходимо все-таки хотя бы кратко эти аргументы рассмотреть. Первый аргумент, который использовал Ариев в 4 веке, он использовал книгу Притч Соломоновых, 8 глава, 22 стих. Здесь сказано от лица премудрости Божией. Господь имел меня, по-славянски создамя, началом путей своих, прежде создания своих исканий. Здесь используется слово эктисен греческое, которое может, конечно, переводиться как создание, но чаще используется как основание, то есть Господь положил меня основанием путей моих. Ари пытался использовать эту фразу, на что ему святые отцы отвечали, что, во-первых, это притчи, это не какие-то догматические утверждения, все-таки это здесь метафоры, возвышенные высказывания, а не строгие догматические определения. Во-вторых, здесь нет прямого утверждения, что речь идет об Иисусе Христе, о Сыне Божьем. Да, конечно, ассоциации между премудростью Божией и Сыном Божьим существуют в богословии, но насколько они в данном случае применимы, это большой вопрос. Но и далее с филологической точки зрения, с филологической точки зрения, у этого слова преимущественная перевод, это основание, ктизо, это основание, а не создание. Создание уже вторичный смысл. Сразу хочу вас предупредить, не бойтесь, те, кто подходят к вам и говорят, что Хрисус, Христос был сотворен, не имеют ни одной цитаты в Священном Писании, которая бы это подтверждала. Ни в Ветхом, ни в Новом Завесе, вот уверяю вас, нет ни одной цитаты, где бы сказано, что Сын Божий был сотворен или создан. Адвентисты, иеговисты, другие сектанты, они пытаются использовать слово, допустим, из послания Колосиным 1.15, где сказано «рожден прежде всякой твари». Но, мы уже с вами говорили, слово «рожден» как раз то говорит в нашу пользу. Оно указывает на тождество родившего и рожденного. Поэтому вы как раз то можете легко эти же аргументы против них и обратить. Так что не бойтесь, нет ни одной цитаты. И Ария в этом отношении было очень сложное положение. Не только у Арии, но и повторяю у всех, кто продолжает его традицию. Еще одна цитата, так называемая уничижительная цитата о Христе, Иоанн Лето и Иоанна, 14 глава, 28 стих. «Отец мой более меня». На первый взгляд, да, Христос говорит, что как бы он меньше, чем отец. О каком равночести тогда может идти речь. Отец мой более меня. Григорий Богослов в своем третьем слове «Богословие», в третьем и четвертом, кстати, кого интересует, там он разбирает все вот такие спорные фрагменты Священного Писания и дает свой ответ. Он говорит, есть две причины, по которой Христос произносит эти фразы. Во-первых, потому что он не только Сын Божий, но и Сын человеческий. И он говорит это, обращаясь к ученикам, которые видят в нем прежде всего человека. И с позиции человека, как Сын человеческий, он, конечно же, меньше Отца. И поэтому эта фраза уже справедлива. Но, говорит Григорий Богослов, и в божественном проспекте, эта фраза допустима, потому что причиной ипостасного бытия Сына является Отец, а значит, как бы он является ипостасным началом, и такая фраза тоже допустима. Еще одна цитата, которую иногда используют против христианского учения, Евангелие Иоанна, 20 глава, 17 стих, пытаются использовать. «Восхожу ко Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». Преподобный Иоанн Дамаскин говорит, что он называет Бога отцом, потому что Отец действительно предвечно рождает его по ипостаси. Поэтому естественно он называет отцом. Это нормально. А Богом по человечеству, потому что как человек, как Сын человеческий, он рожден здесь на земле из позиции человечества, конечно же, для него он Бог. Поэтому он здесь подчеркивает единство двух природ в нем. Как бы раскрывает ученикам, что он и Бог, и человек одновременно. Так что нет здесь никакой сложности для православного христологического учения. Евангелие от Матфея 20 глава 23 стих «даст сесть у меня по правую и по левую сторону, не от меня зависит, говорит Христос, но кону готова на отцом моим». Вы помните, в каком контексте прозвучала эта фраза. Уже накануне страданий ученики стали делить теплые места в Царстве Небесном. И говорили, помните, мать сыновей Завидеевых стала подходить, нашептывать на ухо Спасителю Спасителю. И Христос отвергает все эти корыстные побуждения своих учеников. В толковании святых отцов здесь подчеркивается педагогический момент. Христос пресекает корыстный подход к Царству Божию со стороны учеников. А во-вторых, не отвергает своего участия, но показывает, что здесь дело не в том, кто быстрее занял место, тому оно и будет принадлежать. Место рядом со Христом будет дарован тому, кто будет соработничать с Богом, кто сосвидетельствует свое право не скоростью обращения ко Христу, а своими делами, верностью Христу. Тому оно и будет принадлежать. То есть в результате соработничества человека и Бога. Ну, есть еще, конечно, некоторые цитаты, которые используются. Я назвал вам какие самые, может быть, ходовые. цитаты. Но есть и другие, которые пытают использовать там сектанты или древние эритики. Повторяю, что если интересуют вас святоотические ответы, третье и четвертое слова богословия святителя Григория. Теперь поговорим о человечестве Христа. Мы сказали, что он есть совершенный Бог, но является и совершенным человеком. А что это значит? А его совершенстве прежде всего свидетельствует сверхъестественное рождение от Духа Святого и Марии Девы. Сразу возникает вопрос, а для чего эта сверхъестественность? Не разрывает ли эта сверхъестественность нашего единства со своим Спасителем? Мы-то вот так вот происходим, а он произошел иначе. Сейчас мы к этому вопросу подойдем. Прежде всего, святые отцы, когда подходили к этой теме, предупреждали о ее деликатности. Говорили, что здесь нам приоткрыто лишь отчасти божественный замысел. Вот как на эту тему рассуждает Иоанн Затауст. Не по природе произошло это событие, но было чудом выше природы, потому что природа не действовала, но действовала воля владыки. По мысли святых отцов сверхъестественный способ избран для того, чтобы рожденный Мессия был абсолютно чист по человеческой природе от какой-либо греховности, передаваемой из рода в род. Бог творит все добра зело, хорошо весьма, в том числе и в утробе девы. Поэтому он берет естество причистой девы и творет из нее свое естество чистое, непорочное. Вот как эту мысль разъясняли святые отцы. Святой Афанасий Великий пишет, Божие Слово не прияло на себя скверны, а напротив того, будучи нетленным, оживотворяло и очищало смертное тело. Святитель Иоанн Затауст, Христос воспринял от девического чрева плод чистую, святую, непорочную и такую, которая явилась недоступной никакому греху и восстановил собственное создание. Из всех рожденных женами нет ни одного совершенно святого, кроме Господа Иисуса Христа, который по особому новому образу непорочного рождения не испытал земного повреждения. Святой Лев Великий пишет, Одного лишь закона рождения достаточно, чтобы стать для всех причиной погибели, и потому среди сынов человеческих только Господь Иисус родился невинным, что он единственный был зачат без осквернения плотским вожделением. Подобные мысли у святого Максима Исповедника Григория Паламы, я уже не буду цитаты эти вам зачитывать, я специально привожу эту палитру отцов, чтобы показать, что в данном случае мысли и восточных православных отцов, и западных абсолютно тождественны. Христос должен появиться совершенно чистым и непорочным. Для чего? Потому что он станет жертвой, искупительной жертвой, и жертва должна быть абсолютно чиста, чтобы стать достаточной для искупления всего мира. В Халкидонском вероопределении говорится о том, что Христос есть истинный человек и совершенный. Вот давайте задумаемся над этими словами. Они для вас не синонимы, я думаю, да? Вдумаемся. О каждом из нас можно сказать истинный человек. Наверное, никто не дерзнет сказать, что я совершенный человек. То есть вот уже здесь мы нащупываем разницу. Под словом истины алифос антропос подразумевается то, что Христос обладает реальной, полной человеческой природой, единосущной всему человеческому роду. Зачем святым отцам нужно было утверждать эту, на первый взгляд, такую самоочевидную истину. В Евангелии прямо говорится, что он рожден, что его спеленали, положили в ясли, он возрастал. И тем не менее, в течение 300 лет и даже позднее церкви пришлось вести достаточно напряженную борьбу с дакетами. Это целое направление, еретическое направление. Слово докеты происходит от греческого докео, кажусь. Это еретики, которые пришли из эллинской культуры, отягченные философией, где преимущественно господствует негативное отношение к человеческому телу. И когда они узнавали из Евангелия, что Христос это Бог, который стал человеком полноценным, это их как-то очень смущало. И поэтому они начинали выдумывать различные религиозные концепции, в которых или вообще его человеческая природа казалась миражом, была лишь неким миражом, вообще ее не было. Или же была, они некоторые признавали, но не единосущна нам, а соткана, как говорил один из них, из некой таинственной небесной материи. Так вот, в борьбе с этими еретиками, докетами, которые, кстати говоря, потом эти идеи сохранятся отчасти в монофизиции. В церкви пришлось подчеркивать реальность человеческой плоти Христа. Считается, что даже в первом послании Евангелия от Иоанна, когда он говорит, что всякий дух, которого не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух антихриста, уже тогда Иоанн Богослов полемизирует с первыми докетами. Итак, Христос истинный человек для того, чтобы быть в полном сродстве с нами и с Богом. Если у него нереальная человеческая природа, то значит, он не связал, не соединил божество и человечество в себе, а значит, спасение невозможно. Святой Кирилл Иерусалимский так и говорил, если в очеловечении Христа призрак, то и спасение наше это мечта. Следующее очень важное положение из Халкидонского рапритерения, что Христос не просто истинный человек, а совершенный человек. Телиос антропос. Что это значит? Совершенный означает, что он не просто обладает полнотой человеческой природы, а именно природой неповрежденной, святой, обоженной, непричастной первородному греху. Это очень важное сатирилогическое положение. Если кто хочет подробнее изучить Халкидонское вероопределение, я рекомендую обратиться к Томасу Льва Великого. Это текст, который был написан специально как послание архиепискому Флавиану Константинопольскому. за два года до Архиепискому Собора. Этот текст лег в основании Халкидонского вероопределения. Поэтому, если вы хотите узнать толкование, какой смысл содержится в этих кратких фразах, то прежде всего обратитесь к Тому с Ульва Великого. И он говорит там очень ясно, в спасителе не было ничего того, и следа того, что привнес человека искуситель, и что поврежденный человек допустил в себя. О чем здесь ведет речь? Я думаю, вы догадываетесь, о первородном грехе. То есть, во Христе не было даже следа от первородного греха. Может возникнуть вопрос, а он безгрешный, а я грешный, не разрывает ли это единство между мною и им, моим спасителем? Нет, не разрывает, отвечает преподобный Иоанн Дамаскин, потому что грех неестественен и не творцом всеян нас. То есть, он не является необходимым элементом нашей природы, как грязь, которая прилипла к нашему телу. Она не становится того, что она к нам прилипла нашим природным элементом. И теперь мы должны во веки вечной жить именно с этой грязью. Она временно прилипла и она должна отстать. И чтобы спасти человека, не надо спасать грязь, которая к нему прилипла. Поэтому Христос не воспринимает эту грязь в себя. Иоанн Дамаскин пишет, он воспринял, то есть Христос, человека и все свойственное человеку, кроме греха, потому что грех неестественен и не творцом всеян в нас. Более подробно эту тему раскрывал преподобный Ефрем Сирин. Он пишет, Христос не принял расстройства, которые позднее получил Адам, так как они были некоторым придатком немощности к здравой природе. И так Господь здравую принял ту природу, здравость которой погибла. Дабыть человек через здравую природу Господа возвратил себе здравость первобытной своей природы. У апостола Павла есть очень интересная цитата в послании Кремлина в гости 3, где сказано, что Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной. То есть здесь словосочетание плоти греховной. Святые отцы когда обращаются к истолкованию этого места, они говорят однозначно, что здесь именно речь идет о подобии. То есть для людей внешних казалось, что Христос такой же грешник, как и они. Поэтому они его отождествляли с грешным родом, но по сути он был совершенно чист и свят. Чтобы не быть голословным, приведу вам свидетельство Иоанна Затауста. Христос имел негреховную плоть, но хотя по природе одинаковую с нами, впрочем, только подобную греховной нашей и безгрешную. И другой святой отец, Кирилл Александрийский, представитель другой богословской школы, пишет, «Спаситель наш был свободен от всякого греха. Восприняв человеческое естество, он не принял иго греха, владычествующего над людьми». И дальше. «Он осудил грех во плоти, явившись в подобии плоти греха». То есть восприняв естество человеческое, но не приняв греха из древля над ним владычествующего». Понятно, о чем речь. Грех из древля владычествующего над человеческим родом – это первородный грех. Почему необходимо было сделать акцент на этом богословском моменте? Кажется, зачем топтаться на одном месте? И так понятно. Дело в том, что в конце 4 века, в начале 5 века возникает в антиохийской богословской школе ересь Феодора Мапсуистического. Феодора Мапсуистического человека, который начал учить, что Христос родился таким же грешником, как люди, то есть с поврежденной человеческой природой, с первородным грехом, и дальше в течение жизни восстанавливал свою природу, живя богоугодно, отвергая греховные помыслы, совершенствуясь и постепенно все больше и больше сближаясь с Богом. Этапы этого сближения благовещения, крещения, преображения и высшая точка это воскресения, и дальше уже произошло некое соединение. То есть он как бы постепенно очищает свою природу, и эта ересь Феодора Мапсуистистского, конечно же, категорично отвергалась святыми отцами. Святой Лев Великий пишет, он сделался причастным человеческих немощей, но отсюда не следует, что сделался участником наших грехов, он воспринял образ раба бескверны греха. Ересь Феодора Мапсуистистского была осуждена на Пятом Селенском Соборе двенадцатым анафематизмом. Вот он у вас здесь выведен на доске этот текст. «Предается анафеме лжеучения о самосовершенствии Христа, согласно которому будто бы он отдалялся от более дурного мало-помалу, то есть постепенно, и таким образом преуспевая в делах улучшился и путем жизни стал непорочен и после воскресения сделался неизменяемым в помышлениях и совершенно безгрешным». Почему опровержение этой ереси Феодором Абсуистистской было очень важно с сатериологической точки зрения? Потому что в этом случае Христос умирал сам за себя. Он просто исцелял сам за себя. Вот представьте, что вы оказались в больнице и рядом на койке находится такой же больной, как и вы. И он выздоровел. Вы, конечно, очень рады, что он выздоровел, но его выздоровление, оно для вас просто приятное событие в личной жизни, но вы от этого не выздоровели. Потому что он исцелял самого себя. Чтобы быть спасителем других людей, чтобы пострадать за грехи других людей, он не должен был иметь грехи в самом себе, поврежденность в самом себе. Вот что очень важно. Только в этом случае он может страдать за грехи наших. Помните, как говорит ветхозаветный евангелист-порок Исаия, наказание мира нашего на нем и ранами его мы исцелились. Понятно, что если бы он имел поврежденность какую-то, то он должен был заниматься самоизлечением, и в этом случае христианство превратилось бы в какое-то что-то подобное буддизму. Будда ведь тоже человек, который, вот как считается в их традиции, достиг просветления, а все остальные должны делать так, как он. Получится, не получится, смотрите сами. Но христианцы категорически этот подход ведут. Христос не просто пришел показать, как надо спасаться, он нас спас. И для этого, конечно же, он должен быть чист, чтобы стать жертвой за грехи всех людей. Святой Григорий Богослов говорит, если кто говорит, что Христос стал совершенен через дела, то есть совершенствовался постепенно, тот добудет анафема. Ибо хотя воспринял на себя он наши грехи и понес болезни, но сам не подвергся ничему требующему уврачевания. Святой Григорий Низкий пишет, пусть никто не думает, что наша природа преобразилась во Христе в более божественную действительность поступательно и последовательно, как думал Федор Мапсуистийский. Ну, а Марку Подвижнику в пятом веке и начале шестого пришлось напрямую полемизировать с последователями Федора Мапсуистийского и Нистория. И он пишет, мир умер Адамовым преступлением. Если же плоть Господа подпала греху, как же она тогда могла быть отдаваема за жизнь мира, когда я сама нуждалась, по твоему мнению, в искуплении? Если, как ты говоришь, плоть Христа была простой и нуждающейся в очищении, то откуда тогда нам спасение? Почему я акцентирую внимание на этой мысли, друзья? Дело в том, что, да, она прозвучала в далеком, кажется, пятом веке, но потом она возрождалась в церковной истории не раз и в наше время возрождается. На самом деле, мы сейчас часто справедливо возмущаемся кощунственными фильмами, фильмами, спектаклями, выходками, перформансами. А если вдуматься, какая там идея преподносится? А вот именно идея Федора Мавсуестис, что Христос грешник, он такой же грешный, как и мы. То есть, пытаются не Христа опустить до нашего скотского состояния, да, и тем самым принести людям психологическое удовлетворение. И христианство с этим никогда не согласится. Поэтому здесь не просто нужно отвергать ересь Федора, да, но вот этот сам методологический подход. Мы должны подняться ко Христу, а не надо Христа осквернять, создавать картины оскверненной и опускать до нашего состояния. Это будет ложь, погибельная ложь и богохульная по своей сути. Итак, мы сказали с вами, друзья, о совершенстве божества Христа, о совершенстве человечества, о двух природах. А как они соединились? Как они пребывают в единстве? Ведь божество трансцендентно, запредельно, а человечество даже Христа совершенное, человечество тварно, ограничено. Это сложнейший вопрос богословия, и вот он, может быть, вызвал самые острые дискуссии церковной истории. Я думаю, в следующем учебном году у вас будет курс церковной истории, где вам будут какие-то уже перипетии эти дискуссии изъяснять. Я уж буду говорить, как говорится, по сути. Ответ православных отцов заключается в том, что две природы соединились не путем слияния, не путем соприкосновения и сопребывания параллельно, а в результате ипостасного единства. Сейчас я поясню, в чем идет речь. Так, сначала просто сам термин, ипостасное единство. Еще раз перечитаю этот фрагмент из определения Четвертого Вселенского Собора. Соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо и одну ипостась. Не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына, Единородного Богослова, Господа Иисуса Христа. То есть две природы соединяются в одно лицо и в одну ипостась, и при этом именуется это лицо Сыном Божьим, Господом Иисусом Христом. Что это значит? Чтобы хоть как-то помочь понять этот таинственный процесс, здесь удобно использовать пример человека. Вот смотрите, в каждом из нас как бы пребывают две субстанции. С одной стороны вещественная, а с другой невидимая духовно-душевная. И они соединены в некое одно целое, при этом без смешения. И у этого единого целого одно личностное начало. Каждый из нас как личность говорит, это мое тело и это моя душа. То есть есть я, и я четко осознаю, что я один, и при этом есть некие две субстанции, которыми я обладаю, и моя душа, и мое тело. Вот этот антропологический пример, он может быть вам как-то поможет понять и характер единения во Христе двух природ. Но здесь есть одна, конечно, существенная, не одна, но ряд деталей, отличающих, конечно, антропологический образ от христологической концепции. Мы-то как бы зарождаемся сразу с душой и телом, а Христос по божеству всегда был второй ипостасью Пресвятой Троицы, Сын Божий, а в коне конкретное время во-ипостазировал, воспринял в свою ипостась человеческую природу, присоединил к себе. У человеческой природы Христа никогда не было своей человеческой ипостаси, человеческого лица, человеческой личности. Личностью для человека стал Сын Божий. Он всегда был вторым лицом Пресвятой Троицы и стал еще личностным началом и для человека, для человеческой природы. Поэтому в личном плане он один Сын Божий, а в природном плане он и Бог, и человек одновременно. Вот, друзья, что подразумевается под ипостасным единением. То есть личность, лицо Сына Божия объединяет одно и другое. Ну, чтобы не быть голословным, послушаем святых отцов. Кирилл Александрийский пишет, слово, имеется в виду слово Божие, соединив с собою ипостасно тело, одушевленное разумную душою, неизреченно и непостижимо для нашего ума стала человеком и наименовала себя Сыном Человеческим. Смотрите, первично здесь личность слова. Слово, да? Дальше, Леонтий Иерусалимский, очень интересный, важный автор в изучении данной темы, пишет, в последние времена само слово, имеется в виду слово Божие, вторая ипостась, облегшись в плоть свою ипостась, облегши плотью свою ипостась и свою природу, которые существовали прежде его человеческой природы и которые прежде и ко были бесплотны, воипостазировала свою человеческую природу, свою собственную ипостась. То есть вот это вот очень важный термин воипостазировать, то есть воспринять свою ипостась, при этом как бы не было предшествующего отдельного ипостасного существования у нее. Ну и наиболее емко эту тему раскрыл и точно преподобный Иоанн Дамаскин. Приведу и его слова. «Само Слово Божие явилось для плоти ипостасью, ибо Слово Божие соединилось не с такой плотью, которая бы прежде уже существовала лично сама по себе, но, вселившись в утробе Святой Девы, оно в своей собственной ипостаси из чистых кровей преснодевы восприняло себе плоть, оживленную душою мыслящую и разумную, восприняв в себе начаток человеческого состава, само Слово соделалось для плоти ипостасью. Следовательно, одновременно с тем, как образовалась плоть, она была уже плотью Бога Слова и вместе плотью одушевленную, мыслящую и разумную. Посему мы и говорим не о человеке божественном, но о Боге в отчеловечившемся. То есть все-таки первичным является личностное начало, и оно божественно. И поэтому мы говорим о Христе, даже неважно, глядя на его человечество или мысленно обращаясь к его божеству, мы обращаемся к нему как к личности, а личность его божественна. Итак, ипостасное единство подразумевает единение двух природ в ипостаси Бога Слова. У этого утверждения есть, конечно, опасное такое неправильное прочтение, будто бы во Христе как бы слились две ипостаси, божественные и человеческие, и образовалась новая третья ипостась. Эта идея, тоже характерная для нестарианского богословия Федора Мавсуристийского, тоже предана анафеме на Пятом Вселенском Соборе, Пятым анафематизмом. Цитирую. «Если кто понимает единую ипостась Господа нашего Иисуса Христа так, будто бы она принимает на себя обозначение многих ипостасей, и через это старается ввести в тайну воплощения Христа две ипостаси, они исповедуют, что Слово Божие соединено с плотью ипостасно, и потому одна ипостась, и что так именно Святой Халкидонский Собор исповедует, тот добудет анафема. Ибо Святая Троица не приняла прибавление лица или ипостаси от того, что воплотился один из Святой Троицы, Сын Божий». Итак, две природы соединены в одной ипостаси Богослова. Однако, что значит соединены? Как правильно мыслить? Слились они? Или, допустим, одна предшествует другой? Или как-то еще, наоборот, дистанцированы? Святые Отцы говорят, что человеческим разумом эти вещи необъяснимы. И ответы на эти вопросы они ограничили четырьмя апофатическими терминами. Две природы соединились неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Давайте рассмотрим смысл каждого из этих терминов. Итак, неслитно. Это означает, что в результате соединения двух природ они не слились, не образовали некое новое, богочеловеческое естество, состоящее из божества человечества и человечества. Ну, как, допустим, если смешать воду и вино. Это уже и не вода, и не вино, а, как сказал один семинарист, это запивка. То есть новая природа. Ничего такого не образовалось в Христе. Божество осталось божеством в результате соединения, а человечество – человечеством. Дальше. Неизменно или по-славянски непреложно. Значит, что после соединения ни одно из естеств не изменилось по своей сущности, не утратило своих сущностных природных свойств. Божественная природа не изменилась человеческую, а человеческая не изменилась божественная. Каждое естество осталось совершенным. Бог остался Богом, человек – человеком. Дальше. Нераздельно. Очень важный термин, который указывает на то, что в ипостасе Бога слова две природы, хотя без слияния, но обрели целостность. Целостность бытия. И они взаимовлияют друг на друга без слияния. Вот здесь очень уместно привести пример, конечно, души и тела. Вот как бы они тоже сопребывают в единой целостности человека, но без слияния. Поэтому, собственно говоря, возможно отделение души от тела после смерти. Но во Христе этого не произойдет. Итак, нераздельно оказывает термин на то, что два естества образуют целостность без слияния. И четвертый термин – неразлучно. Он указывает, что две природы соединились во Христе один раз и навсегда. Вот если душа с телом могут разлучиться, то во Христе уже две природы. Один раз и навсегда. И теперь уже и после воскресения, и после второго пришествия, и восседая Одесную Бога Отца, Христос пребывает вместе со своим человечеством. Вот эти четыре очень важных термина, они и ограничивают рассуждение, некое пространство для осмысления характера единения двух природ. За эти рамки мы не имеем права выйти, если желаем остаться в пределах православного вероучения. Соответственно тому, что во Христе две природы, то мы исповедуем и две воли во Христе, человеческую и божественную. Потому что разумная природа, говорит преподобный Максим Исповедник, не может быть без воли, без соответствующей воли. Этот вопрос стал предметом дискуссии накануне, в преддверии Шестого Вселенского Собора, и на Шестом Вселенском Соборе ересь монофилитов, единовольников, была опровергнута. Здесь также, собственно говоря, взаимодействие воли описывается таким образом, что две природы взаимодействуют в едином Христе, но человеческая воля добровольно, сознательно подчиняется воле божественной. Здесь, конечно, яркий пример всегда приводится из гефсиманской молитвы. Когда Христос молится Господи, и, отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не моя воля, но твоя добуя. То есть прямо говорится в Евангелии о двух волях во Христе. Но Христос сознательно, как личность, подчиняет человеческую волю божественной. Божественной воле. Друзья, в контексте христологических споров произошло очень-очень много идей, ряд из которых, конечно же, ошибочные. Самые крупные христологические ереси – это нестарианство и монофизитство. Скажу уж, поскольку, я так понимаю, по времени мы уже вышли за рамки, нам отведенные, нестарианство, ересь, в которой предлагалась концепция на основе учения Ереси Феодора Мавсуистического как бы взаимодействия двух природ. Иисус из Назарета – это человек полноценный, совершенствующийся. Сын Божий – это Логос. Второй ипоста в Пресвятой Троице, и они сближаются вместе с собой. В внешнем плане они лицо единения, а в внутреннем плане они дистанцированы. Святые отцы отвергли эту ересь, поскольку она противоречит Евангелию. В этом случае Христа должно было быть два личностных начала. Некая, прости, Господи, шизофрения. Это совершенно неприемлемо с еванской точки зрения. А во-вторых, в этом случае Христос, по сути дела, оказался бы просто великим пророком и не более того. Потому что все пророки в каком-то смысле сближались с Богом, получили от них откровение, это передавали. Но если пророки нас не спасали, как нас спасет такой Иисус Христос? Понятно, что здесь и евангельское противоречие, противоречие с Евангелем, и сатирологическая бессмыслица. И вторая ересь, которая, к сожалению, очень сильно повредила жизнь церкви, это монофизитство. Монофизитство происходит от двухгреческих монос, единый, один и физис, одноприродников. То есть людей, которые полемизировали с нестарианами и впали, как это часто бывает, противоположную крайность, они начали учить о том, что во Христе две природы слились. Поскольку божественная природа безмерно велика, а человеческая тварная ограничена, то один из ересь и архов-монофизитов, Евтихий, говорит, божественная природа поглотила человеческую, как море, каплю меда. Ну, на первый взгляд, это кажется да, но на самом деле, если это море поглотило каплю меда, то меня-то оно не поглотило, ко мне-то это имеет какое отношение. Я так и остался далеко от этого моря, потому что я-то в этом море не растворился. Идея монофизитства противоречит Евангелие. Потому что во Христе, в Евангелии Христос все-таки предстает совершенно конкретным сыном человеческим, а не только сыном Божьим. Со своими немощами, ограниченностями. Он страдает, он мучается, он голодает, он плачет. И для монофизитов эти фрагменты были предметом таких сложных истолкований. Монофизитство тяготело к тому самому докетизму, о котором сегодня мы уже с вами вели речь. Церковь отвергла как одно, так и другое. Вот эти четыре термина, которые мы с вами разобрали, неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно, они, собственно говоря, отвергают как крайности нестарианства, так и крайности монофизитства. Итак, дорогие друзья, уже поскольку время подходит к концу, я скажу, что да, Господа Иисуса Христа мы, конечно, можем описать через вероучительные тексты православной церкви, как бы отграничивая, отбрасывая заблуждения, которые возникали в истории. Но есть другой путь, это познание через личное общение. И церковь, прежде всего, для тех, кто желает познать Христа, предлагает не столько вчитываться в догматические тексты, а полюбить Спасителя и вступить с Ним в общение. И все, что Он хочет сознать, Он откроет вам лично. Аминь. Все, благодарю вас за внимание в этой первой части. А во второй части, я надеюсь, отвечать на те вопросы с помощью Божьей, которые у вас возникли. Продолжение следует...